Книга «Открытый моком» том 4. Тема природа. Вопрос 1257. Когда священник освящает воду, то он вместе с крестом опускает воду из своей руки, а потом люди пьют эту воду, ведь это не геенично, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Некоторые даже опасаются причащаться, потому что все причащаются одной ложечкой из одной чаши. Иные боятся прикладываться к иконам, которые целовали уже тысячи людей, и может даже заразные. Та вода, которую мы пьем, переполнена тысячами микробов. И в эту воду перед этим были сброшены отходы, фекалии многих городов. Священник моет руки этой же самой водой перед богослужением, и на руках у него нет ничего, кроме того, что есть в воде. А зараза к заразе не пристанет. У меня есть знакомая, кандидат медицинских наук, и она очень заботится о своем здоровье. Она занимается бегом, обливанием, но вот она заболела и говорит, я не раз думала, хоть я так и берегу свое здоровье, но от чего-то я умру, чем больше вы геенитесь, тем более будете подвержены заболеваниям. Лыковы жили глубоко в тайге, в абсолютной чистоте. Микробы цивилизации их не касались, но вот к ним добрались геологи, и хотя они вместе и не пили, и не ели, но на них попали какие-то микробы, безвредные для нас, а для них оказавшиеся смертельными. И Савин, Дмитрий и Наталья почему-то умерли. Вы видели цыган, бомжей, где они спят, что едят, и какие здоровые. Слово сказать, когда передали, что в Англии и в Германии были уничтожены тысячи коров, заболевших коровьим беншинством, слышать это странно. Там, где на таком высоком уровне стоит медицина, ветеринария, они даже и не пытаются лечить многие болезни животных, а просто их уничтожают. В мусульманских странах нет наркологических кабинетов, и не лечат там ни наркоманов, ни алкоголиков, их сразу же уничтожают как заразу. Помолитесь, и, быть может, по вашей молитве ни один микроб к вам не пристанет. Уничтожьте эти ложные страхи и считайте, что руки священника обеззараживают воду, несут благословение, и мы их целуем, как руки Христа. А что бы вы сказали вот о таком методе определения неверности жены, когда ее нужно было напоить самым заразным, что только было в Израиле? Числа, 5 глава, 16 по 24 стихи. А священник пусть приведет и поставит ее пред лице Господне, и возьмет священник святой воды в глиняный сосуд, и возьмет священник земли с полу скини и положит в воду, и поставит священник же ему пред лице Господне, и обнажит голову жены, и даст ей в руки приношение воспоминания. Это приношение ревнования. В руке же у священника будет горькая вода, наводящая проклятие, и заклянет ее священник и скажет жене, если никто не переспал с тобою, и ты не осквернилась и не изменила мужу своему, то невредима будешь от всей горькой воды, наводящей проклятие. Но если ты изменила мужу твоему и осквернилась, и если кто переспал с тобою, кроме мужа твоего, тогда священник пусть заклянет жертву клятву и проклятие, и скажет священник жене, да предаст тебя Господь проклятию и клятве в народе твоем, и да соделает Господь луна твою опавшим и живот твой опухшим, и да пройдет вода сия, наводящая проклятие во внутренность твою, чтобы опух живот твой и опала луна твою. И скажет жена, аминь, аминь, и напишет священник заклинание сии на свитке, и смоет их в горькую воду, и даст жене выпить горькую воду, наводящую проклятие, и войдет в нее вода, наводящая проклятие, ко вреду ее.